ВОКАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН Ну на самом деле я самый обычный пацан. Один из самых скрытных певцов. Давайте перейдем к следующему вопросу. О его бешеных заработках ходят легенды. Я не знаю, сколько стоит хлеб. О его личной жизни ничего не известно. Димаш. Один на миллион. Он собирает многотысячные залы в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Пекине. Его широкий вокальный диапазон – это нечто космическое и встречающееся крайне редко. Певец может легко переходить от баритона к тенору и даже женскому сопрано. Заслуженный деятель Казахстана, посол дружбы, звезда мирового уровня, вошедший в топ-100 привлекательных мужчин Азии. И все это в 26 лет. Димаш Кудайберген не очень любит давать интервью, но для нас сделал исключение. Он встретился с генеральным директором канала Муз-ТВ Арманом Давлетяровым и рассказал ему самые сокровенные и самые сочные подробности своей жизни. Сколько он зарабатывает? Свободно ли его сердце? О чем мечтает? Каким было его детство? И кем видит себя в старости? У тебя счастливое было детство? Очень счастливое. Очень счастливое. Я в детстве занимался и тайкондо, и плаванием, и вокалом, фортепиано. У меня было все забито с утра до вечера. И успевал с пацанами поиграть в футбол, и подурачиться. Я жил почти, как и все обычные дети, просто ходил в музыкальные школы и занимался спортивными секциями. Певец родился в семье музыкантов и заслуженных деятелей Казахстана – Каната и Светланы Айтбаевых. Мама Димаша говорит, что еще двухлетним ребенком мальчик выбегал на сцену после выступлений родителей и благодарил зрителей за аплодисменты. А свое первое «Браво» он услышал в пять лет, когда сам начал петь. Ты с детства мечтал стать артистом? Я помню, что в детстве, когда мы рисовали картинки в возрасте двух лет или трех, я нарисовал студию, компьютер, звуковые усилители, колонки, эквалайзер, преамп, микрофоны. И сцену рисовал в то время, когда другие мальчишки рисовали только машины. Я тогда отправил в космос свои мечты, свои планы. И сейчас они постепенно сбываются. Что ты отправил в космос? Что ты хотел? Я почему-то всегда хотел петь на большей сцене, хотя мне было тогда буквально примерно три года всего лишь. Сколько себя помню, я никогда не думал о возможной другой карьере, о возможной другой профессии. Почему-то мне всегда казалось, что я стану певцом, артистом. Вот, как видите, до сих пор иду к этому. Самые твои теплые воспоминания из твоего детства? Вот несколько, назови. В тот момент, когда мне купили велосипед, в тот момент, когда на конкурсе республиканского уровня, который назывался «Айнолайн», я стал лауреатом в возрасте 50 лет. И мне дали грамоту и тысячу тенге. Это три доллара получается сейчас. И я помню, что я сильно торопился отдать эту грамоту и тысячу тенге своей бабушке, чтобы она купила там себе что-то. И когда мы доезжали до нашего дома, возвращались, я помню, как у мамы спрашивала постоянно. Так, это деньги у вас, да, у вас, да, сейчас бабушке отдадим постоянно. Это первый твой заработок получается? Три доллара? Да, получается, да. С каждым годом грамоты наград в жизни Димаша становится все больше. Он выигрывает крупные музыкальные конкурсы и завоевывает гран-при на престижном международном конкурсе «Славянский базар». Певец безоговорочно покоряет жюри и зрителей своей невероятной харизмой и уникальным голосом. Сегодня Димаш один из самых востребованных певцов современности. Ему рукоплещут Казахстан, Россия, Китай, Америка и Европа. Любовь мою загорелись, любовь уставших девяти. Как твоя жизнь изменилась после того, как ты стал популярным? Я помню тот момент, когда после эфира первого тура проекта «I'm Singer» с песеной СЛС, на следующий день мы должны были снять какие-то документальные съемки для следующей передачи. Потом меня попросили организаторы, съемку чуть-чуть будем задерживать. Я выхожу из своего отеля, там охрана. Я впервые тогда прошелся с охраной за рубежом, и люди начали подходить. Это было круто. Что ты почувствовал в этот момент? Радость. В первую очередь радость. И во-вторых, небольшой страх. Потому что я понимал, что люди всем сердцем начали относиться ко мне, к моему творчеству. Мне надо было быстро собраться. Так, без паники, просто пой дальше. Шоу талантов «I'm Singer» проходило в Китае в 2017 году. Димаш был самым молодым участником. Он дошел до финала, но победителем не стал. Музыкант занял второе место, но зато завоевал сердца почти что всех жителей Поднебесной. Так, в 2019 году его первый студийный альбом «Айди» стал в Китае платиновым всего за 37 секунд. Абсолютный рекорд. Сегодня есть этот страх? Да. Который был тогда? Да. Не страх, потому что сейчас на плаву, и спустя годы меня могут забыть не по этому поводу страх, а есть страх, что я могу их разочаровать. Я стараюсь угодить родителям, стараюсь угодить своим друзьям. Я боюсь того момента, когда родители разочаруются. Это очень страшно. После участия в конкурсе «I'm Singer» многие продюсерские компании из самых разных стран мира выстроились в очередь к талантливому юноше из Казахстана. Вот роль продюсеров в твоей жизни, насколько она важна для тебя? Насколько это нужно тебе? И насколько ты прислушиваешься к людям, которые рядом с тобой в разных странах? Ну да, уже, наверное, ни для кого не секрет, что у меня в разных странах есть разные продюсеры, компании, с кем я сотрудничаю. Но у нас нет такого, чтобы кто-то там кому-то обязан, там, эксклюзивные права, вот это все. У нас просто все чисто на дружбе, на доверии. Но все самые главные решения, будучи взрослым человеком, я принимаю сам. Но во многом я, конечно, советуюсь отцом, потому что он умнее, мудрее, опытнее. Где сегодня твой дом? Из-за того, что мне приходится гастролировать, я, конечно, все равно я пытаюсь чаще быть у себя дома, но гастролирую то месяц, то другое, в другой стране останавливаюсь. Через месяц я могу полететь в другую страну и там пожить чуть-чуть. Но вот твой дом, это вот дом у родителей? Конечно, конечно. Твой дом, дом родителей? Да. Где ты себя чувствуешь комфортно? Я себя чувствую комфортно рядом с родителями, где бы ты ни был. Даже если будет Америка или Африка. Самое главное – находиться рядом с родителями, рядом с родными, чувствовать уют, тепло. Что это для тебя значит «папа с мамой»? Папа с мамой – это для меня все. Я горжусь своими родителями за то, что они всю жизнь мне учили, как себя достойно вести, к чему надо быть в жизни готовым. Сейчас Димаш на расхват. И дело не только в шоу и концертах. На статного певца с необычной внешностью обратили внимание мировые рекламные и модельные агентства. Музыкант не раз появлялся на обложках известных глянцев. А китайская авиакомпания даже украсила один из своих бортов билбордом с изображением певца. Как проходит твой день? Поскольку ты просыпаешься под обычный день Димашу Гибергенова? Всегда по-разному. Бывает, что мы засиживаемся в студии с вечера до обеда следующего дня. И спим 4 часа где-то, 5 часов. И потом обратно, как только просыпаемся в студию, с пацанами собираемся и колдуем там, мечтаем в хорошем будущем. В студии где у тебя? В каком городе? И в Пекине есть студия. И в России, и во Франции работал в студии. Субтитры создавал DimaTorzok У тебя большая армия поклонников, действительно, и детей, и взрослых. Вот я был когда в Казахстане перед твоим концертом, было такое количество в гостинице женщин. Они все ходили, вот, значит, здесь Димаши, меня узнали где-то в центре города, там, а-а-а, подбежали ко мне, одели мне на голову вот это вот, вы же будете вечером на концерте. Димаши-мания охватила весь мир. Армия поклонниц певца действительно огромна. Они знают его песни, следят за гастрольным графиком и путешествуют за ним по миру. А самые отчаянные даже набивают татуировки с именем своего кумира. Многие девушки признаются, что те пронзительные ноты, которые берет Димаш, околдовывают их и вводят в настоящий транс с первых секунд его выступления. И что ты хочешь до людей донести, помимо творчества, когда они берут пример с тебя? Если я скажу, что просто хорошую музыку, это не будет соответствовать правде. Конечно, я хочу, чтобы не было войны. Все мы люди, все мы появились на этот свет для того, чтобы прожить достойную жизнь. И мы должны всегда помнить о том, что за каждое наше деяние будет спрос. И в этом плане я хочу поблагодарить всех своих слушателей за то, что они на своем примере показывают, что люди должны дружить друг с другом. И нет никаких границ. В Америке у меня был сольный концерт на стадионе Барклайс-центр. Там люди светились из 54 стран и спели на казахском. Это был такой кайф. Вот об этом мне я мечтал с самого детства. Не только специально для тебя, специально для тебя, конечно, и для меня, тоже. Потому что этот день – это неслабильный день. Они обнимались, они дружили, улыбались друг к другу, но при этом не зная языка. Димаш – эталон скромности и вкуса, поражающий своим феноменальным голосом и зрителей, и искушенных мэтров. Этот одаренный юноша, кажется, смог подарить миру новый язык – язык любви к музыке. Музыка – это нечто большее, чем кажется на самом деле. Я вкладываю свою душу, я делюсь самым сокровенным. Это кураж для тебя? Да. Музыка, в моем понимании, для меня – это все. Я без музыки не представляю своей жизни и люблю свое дело. Димаш уверен, что музыка и дружба – хорошие скрепы для мира во всем мире. Я всегда на своих концертах говорю, что все мои зрители – это члены моей семьи. И мне бы не хотелось, чтобы кто-то из моей семьи разочаровался во мне. Кто твои друзья? В какой области они работают хотя бы? Музыканты. В Казахстане? Да, они со мной гастролируют. Мой близкий друг – Расул. Потом у меня на баквокале поет одна еще подруга – Зарина. Она тоже на баквокале поет. Джордан. Она вообще жена моего брата и лучшего друга – Ерлана Бегчорина. А Ерлан Бегчорин – он оранжевщик и саунд-менеджер, саунд-продюсер на всех моих концертах. За суфлером моя родная сестренка Раушан сидит вообще. Все в семью. И за сценой, конечно, бегает папа с мамой, переживая за что-то. Хотя у нас есть там и концертные организаторы, и режиссеры все. И братишка родной Мансур играет на дамбре со мной. И другой братишка Алихан тоже со мной на дамбре играет. Тебе так комфортно, да, вот когда рядом с тобой твои близкие? Получается, вся твоя команда – это в основном твои близкие друзья и родственники. Да. Почему? Потому что им доверяешь? Да. Ну, я вообще без заверия к людям не могу жить. Кстати, о дружбе. Известный китайский актер-каскадер Джеки Чан увидел выступление Димаша по телевизору. Был очарован его пением и захотел немедленно познакомиться с этим талантливым артистом. С тех пор певец и звезда боевиков – хорошие приятели. Я вот недавно спел саундтрек к его новому фильму. И каждый раз, когда мы встречаемся, я поражаюсь, насколько человек великий и простой. Большая личность. Ну, как он себя просто ведет. Он заходит на съемки или на репетиции, здоровается со всеми. И такое эстетическое наслаждение наблюдать за всем этим – это кайф. Когда человек понимает, что он большой и при этом скромный, простой. Димаш, несмотря на свой бешеный успех, тоже не славил звезду. Он скромный, застенчивый, немногословный и даже немного стеснительный. Так и не скажешь, что перед тобой величина поистине мирового масштаба. Сегодняшний твой быт, твоя жизнь, она сильно изменилась? Что значит для тебя деньги? Для меня деньги – это просто… Да ничего, в принципе. Просто нам надо зарабатывать для того, чтобы прожить. Ты носишь с собой деньги? У тебя есть кошелек с деньгами? Нет, я уже не помню. Когда я в последний раз ходил в магазин, это было несколько лет назад. Но ты знаешь, сколько стоит, например, я не знаю, в Казахстане или в России хлеб? Сколько стоит, я не знаю, молоко? Сколько стоит машина? Ты вообще такой… Нет. Я не знаю, сколько стоит хлеб, потому что у нас дома есть братишка, который побежит за хлебом. Зато я знаю, сколько стоит микрофон Нойман. Сколько стоит микрофон Нойман? Пять тысяч долларов. Большие деньги, огромные. Ну да. Я, в принципе, не люблю о них говорить, потому что не стоит о них говорить. Зачем? Димаш никогда не был замечен ни в каких скандалах и интригах. Кажется, что он идеален. Зацепиться какому-нибудь журналисту с желтой прессы, особенно коварным, просто не за что. Вот неужели вот у тебя все без сучка и без задоринки? Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы. Я точно так же могу пошутить глупо, точно так же могу обидеться на кого-то, точно так же могу позлиться. Когда обижаешься, ты что, разговариваешь? И что? Вообще я стараюсь вообще не высказываться. В себе? Да, в себе, в себе, в себе. И потом… Прорывает. В этот момент, да, раз в год, наверное, раз в два года, потом… А когда ты злишься, как это вот, как злиться, Димаш? Ты кричишь, машешь руками, я не знаю, бросаешь вещи, там, колотишь стенку. Как ты злишься? Да, это очень страшно, лучше это не видеться. Страшно. Слушай, ну это даже, блин, ты настолько сам по себе такой весит, вот, позитивный, приятный. Я не могу представить, как ты злишься. Ну, поэтому я особо не злюсь. Мат бывает для связки слов. Давайте перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос волнует многочисленных поклонниц певца. Есть ли у такого красавчика девушка? Или он все-таки еще не встретил ту самую единственную? Ведь Димаш не любит распространяться о своей личной жизни. Это просто какая-то тайна за семью печатями. Как только фэны не пытались выяснить хоть что-то о второй половинке певца, все бесполезно. Но прямо сейчас все любовные секреты Димаша будут наконец-то раскрыты. В каком сегодня статусе ты находишься, в статусе личной жизни? Ты влюблен, ты в отношениях, может быть, у тебя, ты женат, у тебя где-то есть жена и куча детей, понимаешь? Об этом никто ничего не знает. Да, потому что я об этом не люблю говорить, потому что это моя личная жизнь, и это никого не касается. Почему ты вот свою личную жизнь скрываешь? С чем это связано? Почему ты не хочешь об этом говорить? Не знаю. На душе так спокойнее. И я пока холостой. Да. Сердце твое свободно. Да. Поклонницы могут рассчитывать. Да, рассчитывайте до конца. Есть что-то, что ты хотел бы изменить в своей жизни? Изменить в своей жизни? Нет. Я доволен тем, что мне происходит в жизни. Сегодня жизнь музыканта расписана на годы вперед. Гастрольный график плотный, занятость бешеная. Концерты, выступления, поклонницы, цветы, овации. Новые песни и новые знакомства. Новые страны и новые эмоции. И много-много музыки. Потому что голос Димаша – это не просто дар и чудо. Это то, что заставляет вздрагивать сердца людей. То, что переносит зрителей в какие-то удивительные миры. То, что совершенно точно делает мир хоть чуточку, но лучше и светлее. Каким ты себя видишь в будущем? Ну, кастролирующий старик. Поющий, кричащий, пищащий такой старик. Поющий, кричащий, пищащий, пищащий. Ты можешь назвать себя счастливым человеком? Да. Считаю, что я очень счастливый человек, потому что в жизни мне не скучно. Потому что я занимаюсь любимым делом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!